Когда желание рисовать не совпадает с возможностями, эмоции копятся где-то глубоко в душе, а в один прекрасный момент выплескиваются наружу, оживляя краски. Жизнь Аллы Леоновны Яковлевой легкой не назовешь. Сначала работа на металлургическом комбинате в Грузии, потом Север. 13 лет она отработала на трассе и там снова начала писать картины. Это на поюте. Это я ночью встала, солнышко восходит. Комендантом работала, нужно будет проверять что-то. Как вышла за порог, думаю, боже, какая красота. Какое там дежурство, побежала за карандашом. Быстрее, быстрее. Особенно мне нравится небо. Вы посмотрите, какое небо. Смотрите. И так, и так, и так, и эдак. Это я на 259-м километре. Ну, я же вам говорила. Вот выхожу, а там целое кослание на Карское море. Шли они. И я быстро-быстро зарисовала. Думаю, это будет картина очень интересная. А там, вот видите, этот состав пришел. Люди сошли на пересменку. А тут и два мира сошлись. Интересно же, правда? Вот наш мир и вот их самобытный такой. Сложная работа. На лютом морозе или под надоедливым гнусом. Сыровые, жесткие люди вокруг. Но Алла Леоновна смогла сохранить в себе способность замечать прекрасное. Где бы я ни работала, на самой тяжелой работе, вот я что-то вижу, и у меня сразу в голове, это как мозаика складывается, картина. Вот это, вот это, вот это. Есть картины, которые я годами в голове вынашивала, а потом на полотно. Если вы обратили внимание, большинство картин на северные мотивы. У меня весомое преимущество перед другими, говорит художник. У меня друзья там были среди хантов, ненцев. Они все мне рассказывали, они что-то там показывали. Я как-то нарисовала картину и показала одну хантеечке, говорю, посмотри. Она посмотрела, ну вот одна из картин, вот картина у меня, вот эта вот. Показала ей, она говорит, красиво, но неправда. Я говорю, ну как это неправда? А вот, говорит, здесь крючочек должен быть вот такой, а здесь вот связочка вот такая. Думаю, боже мой, оказывается, все надо знать, чтобы нарисовать, чтобы не попасть в просаг. И вот с тех пор я стала вот приглядываться именно так, как надо. Вот видите, вот это будет сама Анна. Вот видите, она рассказывает. Вот это первый сюжет, это белый ягель. Вот это Анникой из рода Нога. Это Элир, это молчащий. Вот я закончу ее, потом я ей покажу, скажу, правда ли. Может, она мне тоже скажет, красиво, да неправда. Ну, постараюсь, чтобы была правда. Персонажи ее запечатленных мгновений северного быта, как правило, выдуманные. Охотники и рыболовы на промысле, семьи в чуме, олени на пастбище. Все это нарисовано уже дома. Не для выставки, не для продажи. Для себя. Ну, у меня потребность такая. Если я не пишу, у меня что-то не хватает в этой жизни. Другие говорят, я не могу, мне среди людей нужно быть. Другая говорит, я не могу, мне выпить надо. Третья еще что-то говорит, а мне надо вот рисовать. Если мне плохо, спасаюсь рисованием. Если хорошо, рисую еще больше, продолжает свою мысль художник Яковлева. Это уже не хобби, это смысл жизни. Замечать прекрасное, видеть удивительное. Яркими красками она пишет не картины, нет. Маслом по полотну собственной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова